В общем, понятно. Про фестиваль вам расскажет заместитель мой, у вас все есть программки, все фотографии. Кстати, я первый раз вижу, по-моему, очень хорошо есть. Если будут вопросы, я отвечу с удовольствием. Спасибо. И подробнее о программе Верминического фестиваля расскажет заместитель художественного руководителя фестиваля «Келармония» Евгений Петровский. Добрый день, здравствуйте. Надеюсь, меня слышно. Я постараюсь не слишком много отлить вашего внимания рассказывать про фестиваль. Я отмечу какие-то только самые важные моменты. Нынешний фестиваль, 16-й международный фестиваль «Площадь искусств» проходит под знаком трех композиторских юбилей. Это 175-летие Петра Ильича Чайковского, 150-летие Яна Сибелиуса и 100-летие Георгия Васильевича Сверинова. И, безусловно, творчеству Петра Ильича Чайковского посвящено главный акцент и большее внимание. Составляя программу фестиваля, мы совершенно сознательно хотели показать творчество Петра Ильича во всех жанрах, которых творил великий композитор. Это его симфоническое творчество, это его оперное творчество, балетное, фортепианное, камерно-вокальное и духовные сочинения. И во всех этих жанрах музыка будет представлена на нашем фестивале. Безусловно, концерты открытия и закрытия в этих концертах прозвучит музыка Петра Ильича. В концерте открытия прозвучит второй фортепианный концерт Петра Ильича Чайковского в авторской оригинальной редакции. Это сочинение будет исполнено заслуженным коллективом России Академическим симфоническим оркестром в Тернгурской филармонии с Ильичевским пультом мастера Юрия Готовича Тимирканова. Солировать будет известнейшая китайская пианистка Юджи Ван. Хочу сказать, что она уже принимала участие в одном из фестивалей «Площадь искусств», это было в 2008 году. И тогда Юджи приезжала к нам на фестиваль и выступала как новое имя на фестивале. Сейчас она возвращается, наш праздник уже в качестве всемирно признанной артистки, выступающей с крупнейшими дирижерами, с крупнейшими маэстерами в лучших залах мира. И должен еще отметить, что именно Юрий Готович Тимирканов предложил, приглашая Юджи принять участие в этом фестивале, предложил ей выучить второй концерт Чайковского, который до этого времени она не играла. Поэтому в данном случае специально для нашего фестиваля Юджи этот концерт выучила. Ну и сразу же скажу о концерте «Закрытие». В нем тоже будет звучать музыка Петрая Чайковского. Это будет концертное исполнение его однокутного опера «Виоланда», в которой примут участие солисты из трех стран – из Франции, из Чайфии, из России. Это сопрано Лианна Артюнян, это Павел Чернов, Теонард Чешский. И это замечательные солисты Мариинского и Большого театров, Михаил Газаков, Алексей Марков, Владислав Сулимский и другие. Конечно же, работая, составляя и думая о программе, которая посвящена Петру Ильичу Чайковскому, мы не могли бы обойти вниманием, но знаменательный исторический факт, что Петр Ильич неоднократно выступал в зале Варианского собрания, в Большом зале «Конармонии», выступал в качестве дирижера, и несколько премьер и его сочинений состоялись в нашем зале. Конечно, самая знаменитая премьера – это премьера в авторском исполнении шестой петической симфонии, которая прошла в нашем зале 16 октября 1893 года, и все за несколько дней до кончины великого композитора. В нашем фестивале «Шестая симфония» прозвучит. Это будет концерт 19 декабря. В дирижерском культуре послуженную коллективу России будет народный артист России Николай Алексеев. Конечно же, говоря о Чайковском и его значении, в нашей жизни, особенно в этом 2015 году, нельзя не сказать о международном конкурсе Чайковского, который, как вы все знаете, прошел в Москве и Петербурге летом этого года. В программе нашего фестиваля участвует целый ряд замечательных гулятов этого конкурса, гулятов разных лет. Это уже маститые музыканты, признанные звезды, такие как Борис Березовский, Китар Доннаху. Китар Доннаху выступят с сольными концертами. Березовский 15 декабря в Большом зале, Доннаху в Малом зале 21 декабря. Доннаху также будем солировать в концерте с Академическим симфоническим оркестром Тетербургской флорумии. Это замечательный вокалист, гулят и конкурса Чайковского, солист Большого театра Михаил Пасаков, который принимает участие в исполнении Иоланты, и Олеся Петрова, наша землячка, она выступит в Малом зале в Лармонии 23 декабря. Ну и, конечно же, совсем молодые луряды, луряды этого года, и здесь хочется сказать о Луко Сигенюшусе, пианисте, и о геолучилисте Андрея Ионице. Они выступят в заслуженном коллективе в России в управлении Николая Алексеева 16 декабря. О Ионице, мне хотелось бы отдельно сказать, что, по сути дела, лаурядом конкурса Чайковского он стал в нашем зале, с нашим оркестром, потому что именно в Большом зале в Лармонии заслуживаем коллективом России под управлением Николая Алексеева. Он играл на третьем туре конкурса и стал таким образом лаурядом по окончании конкурса, стал лаурядом первой ремии. На нашем фестивале в исполнении Андрея Ионице прозвучит сочинение Чайковского вариации на тему Луко Кукова. Вторым композиторским именем, о котором необходимо упомянуть, является Ян Сибелиус. Его музыка представлена двумя его симфониями, первый и второй. Вторая симфония прозвучит на конце в концерте открытия под управлением Майста Тимирканова с заслуженным коллективом России Академическим техническим оркестром Петербургской филармонии 13 декабря. Первая будет исполнена нашим другим замечательным филармоническим коллективом Академическим техническим оркестром 22 декабря. В дирижерском пульте будет художественного руководителя и дирижера Академического оркестра Александр Дмитрий. Ну и, конечно, знаменитейшее сочинение Сибелиуса и его виталийминский репичный концерт. Он прозвучит в исполнении гулята еще одноименного конкурса, в данном случае более именной, исходя из темы нашего фестиваля, конкурс имени Яна Сибелиуса. Гулят этого конкурса 2005 года. Лина Погосткина, скрипачка, представляющая Германию. Но надо сказать, что ее родным городом является наш Санкт-Петербург, Ленинград. Будет ее возвращение в родную землю. Она выступит со своей коллективом России, исполнит первый, прошу прощения, скрипичный концерт Сибелиуса. И, кстати говоря, когда она завоевала первую премию на конкурсе Сибелиуса, она также была отмечена специальным призом за исполнение именно этого концерта. Ну и третьим композиторским именем, третьим посвящением нашего фестиваля является имя Георгия Васильевича Сибелиева. Его сочинения звучат в нескольких также концертах. Это концерт 14 декабря. Замечательный, уже традиционный концерт фестиваля под сводами великолепного архитектурного памятника, «Жемчужинный архитектурный храма Спаса на крови». Здесь выступит уже по такой складывающейся традиции камерный хор Смольного собора и в исполнении этого замечательного коллектива звучат сочинения, как я и сказал, Георгия Васильевича Сибелиева, фрагменты его песнопений и молитв и фрагменты ритургии Святого Иоанна Звутоуста-Черековского. Следующий концерт, где прозвучит музыка Сибелиева, это 19 декабря. Это знаменитый симфонический маленький гриптих. Не так много создал Георгий Васильевич в жанре чистосимфонической музыки. Это одна из его «Жемчужин». Ну и, конечно же, в завершении разговора о Сибелиеве необходимо поменить полностью монографический вокальный вечер, который состоится 23 декабря в одном зале в Пармении, в том зале, в котором сам Сибелиев многократно выступал в качестве пианиста, аккомпанируя в своих сочинениях боющимся российским певцам. В этом зале прозвучат два вокальных цикла. Цикл на слова Блока и на слова Роберта Бернса, в исполнении Олеси Петровой, урята конкурса Чайковского, как я уже об этом сказал, и заслуженного артиста России Баса Петра Мегунова, который является, кстати говоря, тоже урятом именного конкурса, ну, именно конкурса молодых вокалистов имени Сибелиев. Этот концерт, как я рассказал, состоится 23 декабря в Малом Зале Пармении. Необходимо еще в завершении рассказа о программе фестиваля сказать о таком, отличающемся от других, может быть, более эпидемических концертов, по программе, концерте легендарной вокальной группы из Великобритании, «Свингл Сингерс». Этот концерт состоится в Большом Зале в Пармении 17 декабря. Впервые у нас «Свингл Сингерс» выступает вместе с академическим симфоническим оркестром в Маломении. И надо сказать, что специально для программы этого фестиваля, по нашей просьбе, «Свингл Сингерс» готовит обработку вокальную, вокальную обработку, в которой будут использованы мелодии сочинений Петра Ильича Чайковского. И в целом этот такой отличающийся по формату концерт будет приурочен к скорому Рождеству. Ну и, конечно же, должен сказать о том, что приурочена в фестивале «Улича искусств» выставка, которая сейчас развернута в двух фойне Большого Зала Нормонии, Паи Чайковского и Фойне Шостаковича. Это выставка уникальных материалов из фондов библиотеки Петра Ильича Чайковского и Фойне Шостаковича. Хочу сказать, что в этой выставке по окончании пресс-конференции я вас предлагаю эту выставку посетить в плане Большого Зала. На ней развернуты купленные материалы из архива библиотеки Петра Ильича Чайковского и Фойне Шостаковича. В частности, в этой программе той самой легендарной премьеры 6-й сих пор Чайковского 1993 года в премьеры еще ряда авторских премьеров, еще ряда сочинений по пятой симфонии, российские премьеры первого конкурсерта, афиши, отражающие исполнение музыки Чайковского в Большом Зале Палармонии и небольшая выставка, посвященная отчеству Яна Сибириусу. Кстати говоря, Диабурской Палармонии гордится тем, что в нашем зале эти композиторы выступали, актериажеры, в частности, выступление Сибириусу состоялось в наших 1906 году. Вы тоже увидите на этой выставке подлинную программу исполнения авторского выступления Яна Сибириусу. Милости прошу вас посетить эту выставку. И приглашаю на все концерты. Благодарю Евгения Дмитриевича. Спасибо. И очень я не знаю я не знаю как здорово как замечать нас и очень мало кто знает и по-моему распространение сейчас в этом несколько крупных срок по-моему стоит что я не знаю сейчас еще кстати сказать я первый раз везде в городе на 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 Спасибо, спасибо. Чего еще у вас? Владимир Пешков, по-другому, у меня продолжение поднятой темы баскреатизма, вопрос, может быть, ревторический, но тем не менее. Совсем недавно я был на 3-й сезонах «Корнегий Холл» и на вечеринке «Дружеской». У меня возник спор, в ходе которого я не пожаловался с впечатлением пресс-службы «Корнегий Холл», когда речь зашла о том, что касается репертуарной политики концертных залов. И мне очень членливо один человек говорил, что мы можем позволить себе звезды мировой вечеринке глажать постоянно, сколько угодно. И приводит пример. У вас в Петербурге, допустим, может писем выступать один раз в два-три года, а у нас три-четыре раза в год. И все мои попытки убедить их в том, что дело не в количестве звезд на единицу населения, а в чем-то другом. Но, тем не менее, какой ответ могли бы мы дать зажжавшимся буржуям в связи с такой постановкой вопроса? Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. Это очень простой, они могут оплатить раз, два, три приезда группа в любом площадке. Я думаю, что мы отвечаем все рады, потому что у нас шпана никогда не выступает. Потому что мы вместе с великими музыкантами, потому что мы отвечаем все, кто будет сам. Вот здесь мы отвечаем все рады, как это было замечательным заломом, замечательным. Мы делаем это для всех и европейских, и европейских, и европейских, и европейских. Мы открываем этот холл, стратим годы, праздник, и назад. Мы очень дороже, но у нас не хватает денег, чтобы пригласить таких больших, но так много раз входит. Так, просто, что-то, и жалко, что он мне придется, приходится так. Спасибо. Следующий вопрос. Спасибо. Пожалуйста, мне понравилось, что стоимость билета, праздник, у нас значительно вразится. Дело в том, что мы не можем его вести к цели, потому что коллективы, которые посещают филарфонию, это люди не богатые, а интеллигентные. А кроме того, я думаю, часто ходят, чтобы показать свои клиенты, большинство людей, чем послушать русские. Все, что не справедливо, я даже слышал в разговорах истории, что люди приходят, перед началом показываются, это необходимо для статуса, а потом просто уходят и не присутствуют на концерте. Это действительно так. Это и есть. Спасибо. 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 Будут еще вопросы? Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. 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 Еще вопросы, пожалуйста. Есть вопросы? Да нет, не забывай. Последний вопрос. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...